Дамы и господа, всё ближе и ближе два главных боя вечера. А сейчас OpenFC представляет вам трёхраундовый поединок в ползу лёгком весе. Добро пожаловать в октагон боец из Казахстана по прозвищу Дэнни Даниар Ангар! Продолжается турнир OpenFC 46 в славном городе Барнаул. И на очереди у нас противостояние в полулёгкой весовой категории. Амин Гасимов против Даниара Ангара. В первом выбегает буквально клетки Даниар Ангар по прозвищу Дания. 24-летний боец из Казахстана. Он чемпион Азии по грэплингу, чемпион Казахстана по конкретёну. В ММА 6 побед и 2 поражения. И сегодня Даниар дебютирует в OpenFC. Раньше дрался в местных организациях на родине, в Аллаш-Прайде и в октагоне. Идёт Ангар на серии с 4 побед. 3 победы приёмами, ни одной нокаутом и оба поражения решениями. То есть никогда досрочно этот парень не проигрывал. В общем, молодой, крепкий, обученный. Привык побеждать. Последнее приготовление. И после осмотра со стороны Максима Протасова Даниар Ангар отправится в клетку. Добро пожаловать в октагон его соперник Иа из Азербайджана. Он носит прозвище Горец. Встречайте, Амин, Хайленда, Касимов! Амин, Гасимов! Также лёгкой пробежкой направляется к клетке. Как и его соперник, боец из Азербайджана. Составляет тут стрела. 10 побед, 2 поражения в профессиональной карьере. Чемпионом Кузбасса по ММА, чемпионом Алтайского края по Банкратиону, а также победителем Кубка Павликова по рукопашному бою. Профессиональную карьеру начал в 2017 году, довольно давно. До 2022 года шёл на серии из 7 побед. И только в 2022 году в своём восьмом поединке на турнире OpenFC 24 проиграл Дилетову Нурматову, проиграл в четвёртом раунде приёмом. Затем трижды выиграл. Все три боя провёл в 2023 году и в 2024 году проиграл техническим нокаутом. Также на турнире OpenFC 42. Вес 66,9 килограмма. Профессиональный рекорд, 6 побед. Два поражения, три победы одержаны досрочно. Представляющий ТОБЭТ ТОП ТИМ из Астаны, Казахстан, Даниар Дени Анкар! Его соперник в красном углу. Бойцов 27 лет, рост 170 сантиметров, вес 66,2 килограмма. Профессиональный рекорд, 10 побед. Два поражения, 4 победы одержаны досрочно. Представляющий стрела Тим Барнаул, родом из Лангкароне, Азербайджан. Приветствуйте! Амин Хайлэнда Казимов! Рефери поединка Александр Перемышлев. Боец в синем углу получает предупреждение за превышение лимита весовой категории. Даниар Анкар, как мы слышали, получает предупреждение. Он не сделал вес, не уложился в категорию до 65 килограммов. Его вес был близок. Стремился к 70. 66,9 показал Даниар на весах. К 67, да, получается? Да. Ну что ж, минус балл – это серьезный задел в том случае, если поединок дойдет до решения. Но если или Амин, или Даниара выиграть досрочно, то уже, соответственно, никакой роли этот момент играть не будет. Активно перемещаются соперники, пока присматриваются друг к другу. Еще атака с дальней дистанции левой рукой по корпусу от Ангара. Очень сухо выглядит Амин Гасимов. И первый стык сразу же в динамике идет вперед. Прихватывает за ногу соперника Ангар. Амин Гасимов ушел от этой атаки соперника Амин. Очень быстрый боец. Хайкик от Даниара ушел в сторону вновь Гасимов. Атаку ногой оппонента Даниар сразу контрит комбинациями руками. Стремительно сокращает дистанцию. Одиночный правый прямой, точно в цель от Ангара. Хороший тайминг у спортсмена из Казахстана. Сдваивает лоу-кик и сразу же пропускает Амин. Много движения от Гасимов, много финтов. И подсказывает ему, что нужно продолжать раздергивать соперника. Чем она занимается. Судя по всему, довольно комфортно себя в роли второго номера ощущает Даниар. Да, причем начало раунда он отработал именно в атакующей позиции первым номером. Вот сейчас Гасимов забрал инициативу в свои руки. Пошел сейчас вперед ангар. И в эпизоде оказался чуть точнее соперника. Амин продолжает прессинговать. Старается зажать оппонента у сетки. Двойка зашла у Гасимова. Продолжает давить. Опасные размены на средней дистанции мы видим. Попадания имеются. Но и достаточно неточных ударов с обеих сторон. Причем, судя по всему, излюбленная дистанция у обоих средняя. И поэтому мы видим раз за разом такие очень опасные зубодробительные стыки. Тогда выбрасываются удары в обе стороны. И это может закончиться нокаутом в любой момент. Перчатки для ММА совсем небольшие. И защищаться на средней ближней дистанции очень сложно. Бэкфест в блок. Да, оба спортсмена достаточно быстрые. Одинаково молниеносно работают на руках. На средней, любимой для себя, дистанции. Ну и как в таких случаях бывает, все идет до первой, наверное. Если же бой закончится досрочно до первой серьезной ошибки. Если что-то не понравилось Гасимову. Возможно, за шорты прихватывал его соперник. Или было попадание в пах. Но так или иначе, Александр Перемышлев останавливать бой не стал. И начинается последняя минута первого раунда. Справа попадает Данияр и очередной размен. На выходе вновь добавляет по сопернику Данияр точным ударом. Добавил двойку сразу же после подсказки своих угловых Гасимов. Прихватил здесь шею, колено на выходе и в пах. Да, сейчас было акцентировано. И мы даже слышали звук от удара ноги в защитную раковину. Извинился. Амин. Все в порядке. Бой продолжается. Заканчивается у нас первый раунд. И можем констатировать, что темп не очень высокий. Во всяком случае, во второй половине этого отрезка. И с разворота, пробиваясь в концовке раунда Амин Гасимов, на этом отрезок заканчивается. Продолжение следует. Второй раунд. Второй раунд начинается. Противостояние Амина Гасимова и Данияра Ангара. Все там будет. Дергаем. Пойте готовы? Хуй! Близкий первый раунд мы увидели. Ну, на мой взгляд, поактивнее был Гасимов. И если судьи отдадут ему предпочтение, то получится, что первый раунд он забрал со счетом 10-8. Из-за того, что минус балл у соперника. Ну, а если посчитают, что лучше был Данияр, тогда первый раунд будет ничейным. Лево-право, не застаивайся. Вновь давит Гасимов. То есть в этом отношении мало что меняется хорошо через руку справа. И обратите внимание, в подобных случаях в первом раунде, как правило, Ангар сразу же контратаковал. Здесь же оставил без ответа этот выпад. Прибегает к борьбе после подобных действий соперника Ангара, вот как и сейчас. Но не получился у него проход под одну ногу. Активизировал свое давление после попадания Гасимов. Вот немножко эпизод с борьбой его вывел из-за ритма. Он продолжает пытаться наращивать темп. Но опять же, пока без ударов, давление продолжается. Джеб неплохой от Гасимова, точный. Задвигался Данияр. Гасимов ищет момент. Ищет момент для атаки, попадает. И вновь сразу же идет в борьбу Данияр. Снова извиняется за возможное попадание в пах. Но Амин говорит, что не попал, все нормально. Бэкфистом на джеб отвечает Ангар. И сразу же правый прямой. Очень быстрые удары руками. Стремительно развиваются события в таких эпизодах. И продолжает буквально преследовать соперника. Охотится за ним Амин Гасимов. Активно приходится перемещаться Даниярова. Причем, обратите внимание, он уходит в сторону правой сильнейшей руки и ноги Гасимова. Это может плохо для бойца из Казахстана закончиться. Но пока что уходит. Уходит он под сильную руку соперника без последствий. Ну и периодически меняет Данияра направление своих перемещений. Старается не застаиваться. Взрывается контратакующими комбинациями. Борьба пока что не получается у Данияра. Он уже довольно продолжительное количество времени оставляет попытки перехода в партер. Вполне возможно, что именно в борьбе он бы смог надеяться на определенные преимущества по ходу этого поединка. Потому что на руках, особенно во втором раунде, Гасимов выглядит лучше. Сейчас попал Данияр. Ответил ему Гасимов двойкой. Но Амину не хватает активности. Потому что он владеет преимуществом территориальным. Он идет вперед, владеет инициативой. Но по ущербу получается примерный паритет. Потому что не часто первым номером отрабатывает Амин. Хочет действовать наверняка. Да, удары имеются. И даже попадает Гасимов. Но их не так много. В то же время Данияр попадает. В общем, мы видим много движения, много перемещений. Хорошее попадание от Гасимова. Через блок зацепил соперника. Продолжает он гнаться за ним по всему периметру клетки. И вновь одиночные справа. Но в целом Амин делает одно и то же. Очень много финтов. Но в результате мы видим какие-то атаки, нацеленные на ущерб. Это в меньшей степени джебы. В большей степени или правый через руку, или правый прямой. К этим выпадам уже Данияр привык. Точное попадание от Ангара. И у нас постепенно близится к завершению второй раунд. Попадает вновь Данияр. Уже несколько эпизодов с ударами по воздуху от Амина мы видим. Давление он не сбавляет. Хотя как будто бы немножко начинает замедляться. Так активно перемещаться. 10 минут. Тоже тратит. Ну, подобный вообще геймплан. Должен учитывать. Должен учитывать. Должен учитывать. раунд третий раунд начинается сложно считать баллы и вообще шансы на победу ангару в этом противостоянии с учетом того что у него минус балл и вообще по ходу этого поединка где очень мало урона наносят друг по другу соперник очень много перемещений тактических задумок здесь очень опасно сейчас выставлял голову вперед ангар гасимов вроде как попал но не сильно проходит в борьбу данияра но не под ничего не получается бэкфист тоже мимо цели контратака правым прямым от гасимова и теперь уже амин идет борьбу бросок через грудь проходят и что же у нас чуть ли не первый тейкдаун за весь поединок правда даниэр ангар сейчас встает делает это сразу же вот так оказывается уже в последнем раунде то что амин гасимов не просто умеет бороться одну мы-то знали что он умеет бороться да что такой план был у него в резерве и погоняв соперника на протяжении двух раундов по клетке амин решил перейти к борьбе за 4 минуты до окончания поединка таким образом хочет утвердить свое возможное преимущество гасимов в этом поединке блокирует он весьма уверенно своего соперника выглядит это как ситуация то чтобы патовая но с минимальным количеством шансов для даниэра физически очень силен гасимов и подготовлен кардио судя по всему тоже весьма неплохо казалось бы да и в этом эпизоде даниэр ушел уже из этой борьбы но просто как клещ прицепился к телу соперника амин и продолжает нагружать своего оппонента у сетки вбивая ноги работая попутно по бедрам меняет ажи атак и в голову наносит удары снова стягивает на настил и вот так прошло уже две с половиной с половиной минуты практически практически весь раунд в борьбе но две минуты уж точно гасимов борется у соперника пробарывает хотя есть при этом у сетки на просто подавляет активностью и такая тактика выглядит так что боец как будто говорит да своими действиями оппоненту что возможно я сделаю мало в этом раунде но ты не сделаешь вообще ничего и даниэр просто стоит у сетки и терпит ждет пытается конечно вырваться пытается какой-то ущерб наносить но гасимов действует непрерывно да ведь во второй половине второго раунда как раз таки были особенно в концовке у гасимова определенные проблемы в стойке начал даниэр попадать просто для того чтобы не терять определенное общее преимущество по ходу боя как мне видится опять же момент переходит третьем раунде к борьбе и совершенно правильно здесь он соперника нивелирует все все его так и все его огненную огневую мощь и который тот может показать в стойке и закрепляет свое преимущество которое скорее всего конечно на карточках у суде уже образовалась остается чуть больше минуты до конца боя гасимов по-прежнему ничего не дает сделать сопернику идет блокировка вот то самое что ни на есть блокировку сетки вот только сейчас до попытался сделать наверное за полторы минуты первая активная попытка и фаза перевода от гасимова до этого просто именно блокировку у сетки и контроль соперник как ты правильно сказал ты не сделаешь ничего здесь главное не дать даниэру передвигаться хватит за ним бегать судьбу всему амину это надоело он устал преследовать соперника попутно пропуская удары а он это пропускал он пропускал удар по ходу второго раунда и в первом тоже и вот так 10 секунд остается у нас до конца поединка третий раунд весь борьбе от амина гасимова ну и судя по всему амина забирает этот раунд и весьма вероятно забирает весь бой до рождения добро пожаловать президент легионов тяжелый поединок для обоих но и отметим также что сама дни я тоже боец неуступчивый он никогда не проигрывал досрочно у него было два поражения решением при шести победах и сейчас весьма вероятно будет третье поражение и опять решение шел на серии из четырех неудач дания шел на серии И так, дамы и господа, по завершении трехраундового боя, счет судейских записок 29-27, 29-27 и 30-26. Таким образом, единогласным решением судей победу одержал Амбин Корец Гасимов! Ну что ж, ожидаемый и от этого не менее справедливый вердикт. Поздравляем Амина Гасимова. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...